По маршрутам военного времени. По маршрутам военного времени как индо-пакистанский конфликт изменит авиарейсы в Юго-Восточную Азию. 4. Газета «Коммерсант» номер 36 от 28 февраля 2019 года, СТР. 1. Обострение конфликта между Дилией и Исламабадом, повлекшее за собой закрытие воздушного пространства Пакистана, заставило российских перевозчиков перекроить карту полетов в Юго-Восточную Азию. Лететь в Таиланд, Вьетнам, Индию на Мальдивы и Шри-Ланку, которые посещают более 1,5 миллиона российских туристов в год, придется на час-полтора больше, а стоимость рейсов возрастет пока для авиакомпаний. Закрытие воздушного пространства над Пакистаном в рамках обострения конфликта на границе с Индией заставило российских перевозчиков серьезно скорректировать палетные программы в популярные среди туристов в страны Юго-Восточной Азии. По расчетам твердый знак, на 27 февраля через территорию Пакистана и Афганистана было запланировано в общей сложности 70 рейсов из России, совокупная вместимость которых составляет около 27,5-34 тысячи человек. По данным Ассоциации туроператоров России, АТОР, скорректировать свои полеты пришлось авиакомпаниям Nordwind, Россия и Azera. Собеседник твердый знак на туристическом рынке объясняет, что практически все перенесенные рейсы были чартерными. Евгений Дитрих, министр транспорта, январь 2019 года, ТАСС. Очень надеемся, что удастся удержать цены на авиабилеты, твердый знак, хотя это будет очень непросто. Azera в среду перенаправила два рейса, следовавшие из Москвы в Фукуэк, Вьетнам, и из Санкт-Петербурга в Краби, Таиланд, в Екатеринбург для дозаправки. Самолеты России, летевшие из Бангкока и Пхукета в Москву, дозаправились в УАЭ, а следовавшие в обратном направлении совершили дозаправку в Ташкенте. Рейс Nordwind из Пхукета в Москву останавливался в Минводах. Источник твердый знак на туристическом рынке объясняет, что дозаправка понадобилась самолетам из-за увеличившейся дальности полетов, объем их топлива не был рассчитан на такой путь. При этом, по его словам, дополнительная остановка, взлет и посадка могут увеличить стоимость чартерного рейса примерно на 20%. Средняя стоимость отправки борта из Москвы в Бангкок при этом составляет 6-8 миллионов рублей, добавляет он. Исполнительный директор Атермай Аламидзи считает, что возникшие сложности носят скорее технический характер, предполагая потерю времени и сил. Она добавляет, что основные сложности ложатся на плечи перевозчиков, вынужденных согласовывать изменения маршрутов с властями и искать дополнительные возможности для посадки. Исполнительный директор агентства авиапорта Олег Пантелеев соглашается, что незапланированная посадка и дозаправка в состоянии убить экономику отдельно взятого рейса. Но в целом, по его словам, запрет на полеты над Пакистаном и Афганистаном принесет небольшие, точечные экономические проблемы российским авиакомпаниям. Собеседник «Твердый знак» в одной из авиакомпаний рассказывает, что облет Пакистана пока будет осуществляться через Иран и Туркменистан. Время полетов в города Юго-Восточной Азии Коломбо, Бангкок, Пхукет и Ден-Пасар увеличится примерно на час. Один из участников туристического рынка добавляет, что длительность полетов во Вьетнам и на Мальдивы, которые обычно также проходят через воздушное пространство Пакистана, может вырасти на полтора-два часа. То есть суммарно речь идет о дополнительном расходе и 4-6 тонн топлива, это примерно 200-300 тысяч рубль. Для каждого рейса, посчитывает он, как Индия и Пакистан замерли на грани войны на рейсах. В Юго-Восточную Азию путешествуют, в частности, клиенты туроператоров В первых двух компаниях пояснили твердый знак, что не столкнулись с проблемами из-за корректировки рейсов. В Библиоглобусе уточнили, что в будущие полетные программы уже внесены необходимые изменения. В Указывают, что всем туристам услуги будут оказаны в полном объеме и никакой угрозы для путешественников, находящихся в Индии. Нет, в стране все функционируют в штатном режиме, а конфликтная территория находится на значительном удалении от Гоа наиболее популярного у туристов штата. Гендиректор Пегас Туристик Анна Подгорная не сомневается, что увеличение продолжительности полета повлечет за собой дополнительные расходы со стороны туроператоров, но оценить их затрудняется. Посадка для осуществления дозаправки действительно не несет дополнительных затрат со стороны туроператоров, объясняет один из участников рынка. В случае экстренных посадок путешественники обычно не покидают самолеты и их дополнительное обслуживание не требуется. Но сложности могут возникнуть в дальнейшем, если действующие ограничения затянутся. Перевозчики могут начать вносить изменения в договоры с туроператорами об увеличении стоимости услуг, объясняет он. Перспектива увеличения стоимости контрактов не радует туроператоров, так как Юго-Восточная Азия пользуется большой популярностью в зимний период. Наиболее востребованное направление Таиланд. По данным погранслужбы ФСБ, в 2018 году в эту страну отправилось 852 тысячи туристов из России. Направление стало вторым по популярности после Турции. Во Вьетнам съездили 429,9 тысячи туристов, в Индию 211,2 тысячи, на Мальдивы 40,2 тысячи, на Шри-Ланку 17 тысяч, а Александра Мерцелова, Герман Костринский. Что Индия и Пакистан значат для мира и России? Читать далее.